Лидер преступного мира России Захарий Калашов, Шакро Молодой, осужденный за вымогательство, в ближайшее время планирует условно-досрочно освободиться из тюрьмы. Об этом в понедельник, 9 сентября, информированный источник сообщил агентству Прайм Крем. По его словам, Калашов рассчитывает на освобождение, поскольку имеет большие связи в Краснодарском крае, где отбывает наказание. По некоторым данным, он помог выйти из тюрьмы своим старым приближенным Мартину Бабакихяну и Александру Захарову, осужденным на 19 и 17 лет за убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Они освободились условно-досрочно из колонии в Краснодарском крае раньше срока на 6,5 лет соответственно. В то же время Шакро отмечал, что Бабакихян и Захаров сделали для воровского больше, чем некоторые воры. В феврале сообщалось, что ИК-2, где оказался Калашов, давно считается главной зоной, откуда уголовным миром негласно координируется жизнь арестантов в других местах лишения свободы. Таким образом, при попадании туда у осужденного был шанс сохранить свое влияние в преступном мире России. В марте 2018 года Захарий Калашов был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ, «Вымогательство» и «Осужден». Судья Константин Дубков также подтвердил главенствующую роль Калашова в криминальном мире России, который он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усаяна, Дед Хасан, в 2013 году.